Всем привет! Смотреть мультики весело и интересно, особенно всей семьей. Это тот жанр, который объединяет людей всех возрастов и создает позитивную атмосферу. Уверены, вы хотя бы раз в жизни хотели почувствовать себя героем любимой анимации Микки Маусом, Эльзей или Гомиром Симпсоном. Теперь эти фантазии легко воплотить в жизнь. Для этого достаточно посетить один из домов, сошедших с экранов в реальность. Что ж, давайте окунемся в увлекательный мир мультиков и, возможно, кто-то из вас даже захочет переехать в один из этих домов. Поехали! Дом губки Боба. Посетить Австралию и штат Квинсленд, расположенный на северо-востоке материка, должен каждый, кто является фанатом самого веселого персонажа из мультфильмов «Губки Боба-квадратные штаны». Почему? Спросите вы. Потому что здесь находится самое большое здание в мире в виде ананаса, очень похожее на то, в котором живет главный герой мультика. Сюда ежегодно съезжаются тысячи туристов, в том числе и поклонники губки Боба. Чтобы добраться до ананаса, нужно посетить небольшой городок Вумбай. Оказавшись на месте, вы уже издалека заметите 16-метровый ананас. На первом этаже здания посетителей встречает сувенирный магазинчик и находящаяся рядом винтовая лестница, ведущая наверх сооружение. В сопровождении аудиогида туристы могут узнать об истории развития сельского хозяйства Квинсленда и прогуляться по небольшому зоопарку, где живут коалы, кенгуру и даже олени. На данный момент здание не работает, но местные жители не отчаиваются и надеются, что вскоре после реставрации главная достопримечательность Квинсленда снова начнет принимать туристов. Каменный дом Флинстоунов Окунаясь в мир мультфильмов, невольно представляешь себя на месте персонажей. Каково это – жить бок о бок с тираннозаврами и использовать огромный камень в качестве обеденного стола? Как вы уже могли догадаться, мы говорим о мультипликационном ситкоме «Флинстоуны». Очутиться в каменном веке в наше время оказывается не так сложно. Как думаете, почему? Разумеется, потому что в мире нашелся человек, который попытался воссоздать мир семьи Флинстоунов и построил огромный дом в богатом районе Хилсбора, штат Калифорния. Автором проекта является архитектор Уильям Николсон, который таким образом решил популяризовать стиль каменного века. Подъезжая к просторной территории, многие сразу замечают огромную надпись «Яббадабаду» – коронную фразу Фреда Флинстоуна. Кроме того, особую роль в оформлении дома играют гигантские фигуры динозавров и жирафов. Интерьер, однако, выглядит намного современнее. Просторная столовая с большими окнами, три спальни, в одну из которых можно попасть по винтовой лестнице, две ванные комнаты и гараж. Стены отделаны белоснежным камнем, а на полу лежит плитка, стилизованная под каменный век. Но кто бы не хотел жить в таком роскошном доме? Оказывается, желающих не так много. Нынешний владелец дома Флинстоунов уже несколько лет пытается безуспешно его продать. Мечты ребенка столь непостижимы, что порой взрослым их не понять. Если спросить у любого малыша, каким он представляет себе идеальный дом, то это будут совершенно неочевидные ответы. И героине мультика «Мой сосед Тоторо» яркое тому подтверждение. Они любят свой старенький родной домик со скрипучими полами, и большего им не надо. Кажется, еще парочка кадров, и он точно перекосится на бок. Но нет, приключения Мэй и Сацуки продолжаются, а дом твердо стоит на земле. Поклонники анимационного фильма тоже имеют возможность почувствовать волшебный уют, исходящий от дома главных героинь. Ведь в 2005 году в японском парке Марикоро появилась его точная копия. Сложно представить, но дом был сконструирован исключительно для всемирной выставки Экспо. Неудивительно, что он стал самым посещаемым местом в рамках мероприятия, поэтому было решено оставить его в качестве постоянной туристической точки. Как только вы заходите внутрь, сразу создается впечатление, будто мультик ожил и стал реальностью. Все продумано до мелочей. Множество книг и бумаг в кабинете отца девочек, посуда на кухне, и вернувшиеся к нам из 50-х годов окна. Стоимость билета в сказку составляет 510 йен. За эти деньги вы приобретаете получасовую экскурсию по дому и яркие эмоции на всю жизнь. Как вы думаете, почему мой сосед Тотара обрел такую популярность во всем мире? Ведь мультик уже много лет подряд смотрят не только дети, но и взрослые. Поделитесь своими вариантами в комментариях. Дом гномов и белоснежки. Оказаться в сказке – мечта многих из нас. Дисней уже давно смекнул, что хотят взрослые и дети, потому теперь в шести городах мира находятся тематические парки развлечений от известной студии. В Диснейленде есть аттракционы, магазины, танцевальные шоу и неимоверной красоты фейерверки. Но мы знаем, что упустили создатели мира Уолта Диснея. Вы, наверное, уже поняли, о чем мы говорим. Конечно же, о Доме семи гномов. Именно здесь происходили все главные события сказки про белоснежку. Поклонники творчества братьев Гримм, супруги Ричи и Карен Морган построили невероятно уютный коттедж в городе Алалья, штат Вашингтон. Вы, наверное, удивитесь, но дому уже почти 50 лет. Его общая площадь составляет 260 квадратных метров, а его изогнутая крыша очень напоминает иллюстрации из мультика 1937 года. Кривые дорожки, поручни из дерева, ведущие к главному входу и витражные окна в одно мгновение переносят нас в сказочный мир. Оказавшись в этом месте, окруженном высокими хвойными деревьями, кажется, что цивилизации не существует, а дом построен прямо на опушке леса. В центре коттеджа стоит обработанный ствол настоящего дерева, вокруг которого и построена вся конструкция. Здесь можно найти все необходимые удобства – гидромассажную ванну, просторную спальню, уютный камин и настоящую печь. На заднем дворе расположены патио для отдыха на открытом воздухе, парковочное место и живой ручей. Сегодня стоимость домика Белоснежки и Семи Гномов составляет 775 тысяч долларов. Именно такую цену называет нынешний владелец, выкупивший здание у супругов Морган в 2005 году. Как думаете, найдется ли поклонник сказок братьев Гримм, готовый выкупить дом за такую сумму? Летающий дом из мультика «Вверх» Уютнее средство передвижения, чем собственный дом, сложно найти, не правда ли? В нем собраны все удобства и не нужно делать лишних остановок. Приключения старого ворчуна Карла Фредриксона и жизнерадостного школьника Рассела из мультфильма «Вверх» смогли доказать, что путешествовать на собственном доме намного интереснее, чем на машине. Понадобилось всего-то несчетное количество шариков. А вы задавались вопросом, действительно ли можно поднять дом с земли с помощью гелиевых шаров? Идея полетать на своем же доме, видимо, сильно вдохновила авторов проекта How Hard Can It Be из National Geographic, что они решили ответить на этот вопрос экспериментом. Строители всего за один день из досок и других легких материалов построили дубликат дома мистера Фредриксона. Результат превзошел все ожидания. Дом действительно взлетел. Хотите проверить себя? Как вы думаете, сколько воздушных шаров потребовалось, чтобы поднять дом на три километра над Лос-Анджелесом? Присмотритесь, их очень много. На самом деле для эксперимента использовали 300 наполненных гелием шариков диаметром 2,5 метра каждый. Авторы программы установили мировой рекорд по самому масштабному полету на воздушных шарах, который длился почти целый час. Дом мечты куклы Барби Фантазия жить в огромном и стильном особняке куклы Барби сегодня вполне может стать реальностью. Испробовать на себе все прелести жизни популярной куклы может любой желающий. В частности, поучаствовать в фэшн-шоу, примерить десятки розовых платьев, попрыгать на большой кровати и устроить вечеринку с друзьями. Все это возможно в развлекательном центре Mall of America, расположенном в городе Блумингтон, штат Миннесотта. Для привлечения юных посетителей предприниматели соорудили настоящий дом Барби в натуральную величину площадью 2790 квадратных метров. Внутри Dreamhouse Experience можно найти несколько спален, балкон, фирменный лифт, детские аттракционы и кухню, окрашенную полностью в розовый цвет. Команда Барби, пока она в отъезде, помогает юным посетителям сделать макияж, приготовить разные сладости и провести дискотеку. Создатели дома мечты Барби рассказали, что для украшения дома было использовано более 450 литров розовой краски и 9 килограмм блеска. Что поделать? Таков мир Барби. Трехмерный Спрингфилд. Как много приятных событий у нас связано с просмотром Симпсонов. Все с нетерпением ждали выхода нового сезона, а сериал вырастил уже не одно поколение. Побывать в легендарном Спрингфилде захочет каждый, кто видел хотя бы пару серий. Вы скажете, одно дело построить дом из мультика, но совсем другое возвести целый город. Но предприниматели готовы пойти на все, чтобы напомнить гостям о приятных моментах и заставить их улыбаться. Магазин на скорую руку, таверну Мо или Спрингфилдскую атомную электростанцию может посетить каждый, кто окажется в парке Universal Studios Hollywood в Лос-Анджелесе. Местный Спрингфилд в натуральную величину является не только местом проведения тематических экскурсий, но и других шоу. Примечательно, что на церемонии открытия присутствовали продюсеры ситкома и актеры озвучания, которые с трудом верили своим глазам. Актриса Ярдли Смит, голосом которой говорит Лиза Симпсон, была ошеломлена столь достоверной передачей картинки с экрана. По ее словам, в реальном Спрингфилде она по-настоящему чувствует себя героиней мультсериала, ведь она была ею целых 30 лет. Идеальное завершение вечера в Спрингфилде – вкусный ужин в Крусти Бургер. Этот город – лучшее место, чтобы до конца прочувствовать атмосферу легендарного шоу, созданного Мэттом Грейнингом. Настоящая будка Снупи Когда герои комиксов появляются на экранах, восторженная публика за считанные минуты скупает все билеты. Все мы помним успех Мстителей, но сейчас мы бы хотели поговорить не о супергероях, а о самой симпатичной собаке в мире. Конечно, вы уже догадались, что речь идет о Снупи и его путешествиях в мультфильме «Мелочь пузатая». Все мы помним невероятную и добрую историю о Чарли Брауне, маленьком мальчике, желающем добиться успеха и его верном друге Снупи. Житель небольшого города Честер, штат Нью-Йорк, проникся историей дружбы человека и собаки и оживил персонажей мультика. Сначала Адам Маккеррон соорудил деревянного Чарли Брауна и его верного пса Снупи, а немного позднее на лужайке появилась настоящая будка. Волшебство начинается в мастерской мистера Маккеррона. Он рисует на бумаге эскиз, переносит картинки на дерево, вырезает форму и добавляет слой краски. Каждый день мимо этого сказочного дворика проезжают десятки детей, которые просят родителей остановиться и сфотографироваться с любимыми персонажами. Однако связь этой истории с супергероями тоже есть. Отец Адама, Оуэн Маккеррон, много лет назад работал над комиксами Marvel и DC, рисуя иллюстрации к приключениям Человека-паука и Халка. Видимо, талант художника передался сыну по наследству. Городок гномов. В лесной чаще Оверленд-парка штат Канзас, наверное, живут маленькие гномы и другие магические существа. Все они невидимы для человеческого глаза, но вот места, в которых обитают лесные феи, может посетить каждый. А вам интересно, как сказочные существа попали в этот лес? Итак, все началось несколько лет назад, когда на пешеходной тропе в густом лесу таинственным образом появились сказочные домики на деревьях. Люди, живущие по соседству с парком, стали оставлять послания в виде небольших сувениров, скворечников и записок, пытаясь выяснить, кто автор этого магического места. Волшебный мир гномов и феи начал привлекать внимание и других горожан. В результате студия Horizon Productions решила снять документальный фильм о прекрасном городке, главными героинями которого стали три женщины – Робин, Алекс и Келли. Судьба каждой из них была нелегкой, но они нашли в себе силы преодолеть все трудности благодаря участию в жизни магического леса. Короткометражка обрела успех и завоевала множество наград, а небольшой городок стал привлекать туристов со всего мира. Как думаете, это место могло бы стать настоящим домом магических существ? Может, кто-то решит снять о них мультфильм? Продолжение следует... Продолжение следует...